Эта профессия имеет огромное значение для нашего государства. Именно благодаря учителям мы формируем будущее нашей страны, воспитывая поколения граждан, способных к творческой и интеллектуальной работе. 2023 год, объявленный в России, годом педагога и наставника, подходит к концу. В Приморской краевой филармонии педагоги со всего Дальневосточного федерального округа приняли поздравления и награды в рамках подведения итогов года. Профессия педагога и сегодня, и во все времена, является одной из главных профессий, поскольку вы понимаете, что педагог – это то связующее звено между юными, молодыми и, наверное, между той сферой жизни, которая считается взрослой. Более 30 педагогов региона наградили за профессиональные заслуги и качества. Я работаю больше 30 лет в школьном образовании. Вы знаете, такие слова – это работа по душе, это творчество. Поэтому для меня это творчество, это мое самое любимое дело. И я никогда не вернусь, как говорится, не забуду свою работу, всегда буду рядом с детьми. Также участников ожидало представление известного российского музыканта Игоря Бутмана и его джазового оркестра. Целью года было признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Нет, мне это нравится, правда. Я всю жизнь работаю в школе. Где бы ни работала, в какой бы школе ни работала, мне нравится учить, мне нравятся глаза детей, Мне нравится приносить пользу. Пока еще, дай бог. И быть в тренде. Педагог – это не просто профессия, это призвание. Но не стоит забывать о том, что самое крепкое сотрудничество – это учитель, ученик, родитель. А следующий год было принято объявить годом семьи. Анна Дьякова, Ксения Быкова, Степан Скляров. Новости на Восьмом.